Друзья, всем привет! Сегодня видео по хронированию. Долго я его собирал, у меня там произошел небольшой косяк, на петличке села батарейка, именно та, которая передает сигналы, и по сути у меня был хреновый звук. Я кое-как, по максимуму, насколько смог, поднял звук, чтобы он был нормально слышен, читаем, повырезал лишние моменты и собрал кучу максимально информативное, полезное видео по хронированию. Алексей нам расскажет, что какие компоненты химии, как смешиваются, какой водой и как это все наносится, покажет, как это все происходит вживую. Потом я присыплюсь в камеру на башку и сверху, сам пробовал первый раз и в принципе ничего сложного, все получается. Самое главное не напутать порядок. Вот в тот момент, где я сам буду от первого лица вам показывать, я представлял именно порядок действий, что зачем происходит. Сложности в работе с хромированием, как оказалось, нет вообще никакой, это даже проще в части, чем аклопринт. Самое главное это подготовка, очень качественная должна быть под нанесение хрома и правильное использование химии. Сам процесс занимает реально 2 минуты, если небольшой какой-то объект. А вот правильность использования химии, это уже зависит именно от вас. Всю эту химию можно купить у них, начиная от лака, на который выносится химия, самая химия, лак, которым защищается химия, обязательно колоры, которым колорируется лак, чтобы хром не желтил. Кстати, об этом моменте я отдельное видео остановлю его и скажу, потому что на самом видео мы об этом не сказали, почему-то забыли. И все пигменты, которые делают хром синим, желтым, красным, золотым и так далее, это все тоже есть у них в продаже. Поэтому, так же, как и предыдущие видео, не перематываем. Если есть вопросы, задаем их в комментарии. Компания Fusion Technology у них вам в комментариях. Модификатор А 100 мл, модификатор Б 100 мл, восстановитель и активатор 50 мл. У него расход очень маленький, поэтому его надолго хранят. Это тот комплект, который на 3 квадратных метра? Все это дело необходимо смешать с дистиллированной водой. Под каждый компонент своя колба. Восстановитель, модификатор А, модификатор Б. Каждый из этих тюбиков 100 мл смешивается до литра воды. То есть, наливаем 100 мл модификатора и 900 мл чистой воды дистиллированной. То есть, обязательно условия дистиллированной? Нет. Обычно вода не пойдет слишком много примесей, солей, железы. То есть, это будет на качество влиять очень сильно. То есть, не получится чистого серебра, если обычную воду использовать. А сколько они могут, ну, развели, допустим, все они использовали, сколько времени есть, чтобы они стояли? Ну, неделя она точно простоит. Установки, то есть, ничего страшного не случается. Ну, как бы недели это немного, вот одно сделали, если не разрасходовали, то... Не обязательно весить, допустим, если тебе много не надо. Ну да, почти чуть-чуть. Большой объем, то есть, не надо хромировать. Можно, допустим, 50 мл развести и долить до 400, получается. Ну, до 500 мл, 50 мл химии и 450 мл воды. Активатор смешивается также с водой до литра, но он хранится очень долго. То есть, тот активатор? Да, он в установку не заливается, он отдельно заливается в распылитель, в пластиковый, в распылитель бомб. И в нем достаточно долго хранится. То есть, на него можно еще бросить кусок олова. А это что даст? Ну так, дольше будет хранить, дольше будет не бросить. Хм, серьезно. В таком распылителе хранится на очень долгом месте, точно пролежать ничего ему не будет. Расход у него очень... Ну, это, то есть, для, скажем так, себя. А сейчас это с большой установки тоже самое будет подаваться? Нет, активатор, он вот. А, то есть, он тут и идет. В установке, да, только модификатор и установка. А в большой колбе что? В большой колбе просто вода. А, чистая, без всякого. Понял. Ну, вы дистиллировку делаете сами, да? У вас есть дистиллятор? Да, установка. Ну, у нас фильтр, в принципе, это обычный обратный осмос. Ну, обратный осмос это дистиллировка, как бы, и она есть. Ну, плюс еще бар-колб с обменной смолой. То есть, через него все проходит. А так вода обычно... Да, я знаю, ну, обычная, да. У меня стоит такая, если выкинуть оттуда минерализатор, это дистиллировка получается. То есть, активатор можно смешать смело весь, к примеру, и пусть он стоит в этом... И туда олова, да, кусок? Кусок олова бросаешь. Ну, большой, небольшой какой-то. Ну, это паяльное олово, правильно я понимаю? Да, конечно. Только без канифоль. Да. Психово подписан обязательно. То есть, А, В. Чтобы не путать. Так, в вашей установке, получается, есть, ну, химия аналита, она собирается, это в один пистолет, да, с воздухом? Да, вода кроскопульта с самотеком поступает. Ну, воздух, да, и три. А, дальше что-то? Пару атмосфер давления на полбус с водой и, в принципе, продувочник, раскопульковый пистолет. Просто для того, чтобы... А, обдувку, обдувку делать. Это вода. Ну, это вода вот эта, да? Да, чистый пистолет. В систему просто воздух втыкается. Да. А продается она, получается, готовой. То есть, надо только, по сути, воткнуть воздух, налить химию, воду и вперед. Так, теперь надо это по... Ну, сейчас, по-сюда, по подготовке деталей что-то, как? Ну, я имею в виду... Подготовка такая же, обычная малярка. То есть, если у нас деталь пластик, соответственно, праймер по пластику, потом все остальное. То есть, грунтуем, красим. Грунтуем и откроем лаком. То есть, красить ее, в принципе, не надо. А, ну, красиво. Можно, в принципе, как бы, чтобы лучше зеркало, было почище, можно в черный цвет покрасить. То есть, покрасить в черный и залить лаком. То есть, на черном глянце он как бы поярче будет, быстрее будет видна реакция, и серебро, так сказать, чуть почище будет получаться. Ну, на самом деле особо разница, ну, небольшая разница. То есть, можно красить черный, можно не красить, можно просто так залазить и все. То есть, лак здесь идет базовый. Сейчас, лак это тот, на который мы будем... Ну, это автомобильный лак? Нет, это полиуретанный, автомобильный, не знаю, какой он, тематики какой-то промышленный. Сейчас, секунду, я не понял. То есть, мы грунтуем, к примеру, элементы, потом лакируем вот этим лаком. Вот этим лаком лакируешь. То есть, у него очень хороший объезд с серебром. На нем серебро хорошо держится. То есть, это уже проверено. Компонентный, плюс разбавись. Пропорция один к одному. Разбавись, он там процентов 10 максимум, больше не надо. Потому что слишком жидкие станет, потеки будут. То есть, покрываем деталь этим лаком, сушим его в печке при 600 градусов минимум в один час, и можно, в принципе, продолжать работать. Если без печки, то сушим минимум часов в 12. Если этот лак плохо просушить, то, по-любому, вся деталь будет в муарах. То есть, не будет чистого серебра, будут разводы, муары, белесые пятна. То есть, это все из-за того, что лак не просохший. И также, если он не досохнет, его очень тяжело будет обжечь. То есть, мы после того, как деталь просохла, прежде чем начинать ее металлизировать, ее сначала необходимо огнем обработать. То есть, лак необходимо, так скажем, подогреть, так сказать, огнем. Да, то есть, не сильно, а просто. Для того, чтобы, так скажем, реакция произошла, верхний слой лака с огнем, когда происходит, у него молекула, так скажем, по-другому становится, и у него появляется... А сколько времени после обработки огнем есть что-то наносить? То есть, сразу, то есть, огнем обработал водой, облил, посмотрел на смачивание, то есть, деталь должна вся быть покрыта водой. То есть, если взять просто деталь заблокированной, сейчас дает воду, она будет стекать. Огневая обработка дает нам, ну, как его называть, тискостропный что-нибудь. Ну, я смысл понял, да. Если вода удерживаться будет на поверхности, за счет этого, да, будет хорошо впитываться химию в целый лак. Сейчас деталь досохнет, и... Будем побольше, да. Концом плане. Чтобы не поджечь лак. Ну, понятно. Потому что с лак подождем. Будет у нас брать. Нашли в воду. Смачиваем, не так. Проверяем на смакивании. Отсужаем ее после огня и смотрим. Смочена нормально, да? Покрыта водой. А, вот краешек, да. То есть, можно доработать. Либо еще не отсыла, либо она там плохо обожглась. Плохо обожглась. То есть, можно, если что, еще раз доработать, да? Да, то есть, те места, которые не смачиваются. Держится. Есть. Есть. Добились. Смачиваем здесь. Дальше берем обезжириватель. Это дистиллированная вода. А сколько там чего? Да, тут буквально несколько капель ферри, чтобы просто было хорошим раствором все. Обезжириваем. Опять смываем, да? Да, и опять смываем воду. В общем, воды реально много. Воды большой развертой. Обезжирили. Дальше. Дальше. Активатор. То есть, нам, грубо говоря, сейчас надо сменить пленку воды на артовой активатор. И вот активатор надо очень хорошо смыть с деталями. На промывку активатора воды вообще гореть не надо. Его надо везде хорошенько удалить. Внутри отсюда старчаток. Все. После активатора на активе. Вот. Не надо останавливаться, если увидел серебро, не надо останавливаться, по плоти и слой нанести, что прямо она нормальная плотная полетель. А как понять, когда останавливаться? Ну, плот, в принципе, зеркало уже нормальное. То есть, если продолжать лить, оно все равно лучше уже не будет, да? Да, потом берем стоп-реакцию. А стоп-реакцию где брать? У вас тоже есть все это в продаже? Да, хозяйственное мыло с дефицитированной водой и немножко там атака. Пронесли, пробываем воду. Хозяйственное мыло с дефицитированной водой. Если мы погнали, то есть... У нас есть вот саринки. Саринки? Это ерунда. Ага. Это что? Здесь, скорее всего, лак еще не просохший, да? Те, которые там стоят уже, наверное, до конца будет круто. хорошо получили результат что дальше нам в печке а если нет печи короче в камере оставили к примеру занесли вставка часа на три оставляем сушим и потом покрываем лаком адгезионом с колером и потом чистым любым в принципе автомобильным финишным лак адгезионный он специальный да специальный который держится на металле хорошо то есть у него адгезность металла хорошая то есть он обеспечивает адгезию именно не дает отслаиваться если любой какой-то автомобильный взять лак во-первых очень тизну будет сильнее давать и вторых не будет адгеза именно от самого лака вот с этим серебром вопроса для оптики внутренней части где нет контакта механического тоже надо оставляем сушим и устанавливать серебро все просушил нож принципе фару собирать отлично а что вот это пассивация написано для чего вместо лака наносится на серебро то есть как некая защита дает может прийти для оптики использовать там тоже химия специально что да какая-то химоза че можно лачить так чё дать его перчатку давление конечно на него лупить порядок сразу в глянец или при полите до нужного оттенка вот именно в этом моменте уточню ваше внимание что лак который я сейчас наношу на объект он уже колорированный это сделано специально для того чтобы хром когда на него наносится обычный прозрачный лак просто прозрачный он начинает как бы желтить чуть-чуть вот эта пигментация лаком дает нормальную прозрачность то есть как бы естественно прозрачность но тут главное не переусердствовать как я допустим это сделал на этой машинке я налил чуть-чуть жирнее слой в глянец сразу растянуть поэтому синего легенькая то есть этим можно еще поменять оттенок да просто лак там на чем поменять то есть этот лак и к чему его можно сразу с первого слоя в гляне сдавать я про это спрашивал понятно что каждый последующий слой будет убивать больше чем надо он растянется а ну сейчас я принесу это обычно чисто для сравнения ну да ушел опять же это когда в упор так ну честно если так не знающий не понимающий хром хром круто хром все круто ну да с оттенком то есть тут можно как вариант держать прозапасную машинку которая чистая у тебя не за хромированная не злаченая да и по ней тестируй перегонять оттенок чтобы не переборщить и там рептизм не осталось вот растянулась это тоже в тот же лак пусть так же пигмент сколько за бодяжить его да если парфю делать хлеб у тебя будет ветровый готовый заводная лак Я же, видишь, пытаюсь, чтобы он глянец потом оттянулся, потому что он сильно уходит, апельсин такой. То есть, в принципе, если нет необходимости сильно, то можно оставить прожилки и потом тем лаком его сделать в гляне следующем. Унитаз у вас в этой схеме? Потому что меня, как маляра, эти недолитости пугают чуть-чуть. Можно вообще напылять. Потом вторым слоем еще чуть перепылил, они все равно вырвутся. Не будет такого, что останутся точки не прокрашены. Можно тогда напылить. А обычным лаком это сначала высушить надо же? Нет. И слой проходит 10-15 минут и прямо накрываешь. Просто в общем потом он уже сохнет часов 18 минут. А, тогда понятно. То есть, этот можно вообще использовать как базу с большого расстояния. Напылить, напылить там. Ну, там опять же, если очень тонкий слой его будет, не будет хороший отъезд. Отъезд. Ну, я имею в виду напылить в плане разложить просто так, чтобы не было линий, ничего такого. А если еще дать слой, все равно отражение будет, но уже будет такой прям оранжевый. Попробуй, как торцы вырвутся сразу, теперь я остаюсь. Некое. Ага. Чисто поняли. А, да, вот это та машинка, у которой, ну, да, они все равно просматриваются. Они видны будут в любом случае каким-нибудь цветом для краски. Угу. Блин, блин. Эффектно. Эффектно. Я попробую так сейчас напыляю. Здесь уже кэнди, здесь в принципе можно. А, можно. Стоп, так тут в лаке или нет? В лаке, пускай не краска. А там был концентрат просто краски. Да. Ага. Пусть растянется чуть-чуть. Здесь уже, если тебе надо, там потемнее. Еще во слое, да. Через межслойку, да. Ждем. Тут просто получается концентрация меньше, да. С самого кэнди? Ну, разница, я имею в виду, если налить на 100 грамм, там не 6 капель, а пару капель концентрата. То есть эффект не такой, где такой. У кэнди краски все-таки лучше получать. У кэнди более пигментный. Угу. Угу. Обалденный результат. Ну, я не беру во внимание Сарины. Да, для этих работ, конечно, камера нужна идеальная, чтобы нигде не раскачало ничего. Полировать шансов нет. Ну, здесь сейчас. Этот тоже финишный лак, ты можешь полировать. Нет, финишный понятно, но вот этот. Который до. Да. И этот, и тот, который до серебра, там уже есть вариант. Да. Не получилось переделать. А вот эти работы, как Вы оцениваете? Вот, понятно, сложность там, что хочет клиент, но… Так же, по сути, считаем по объему. Просто есть цена за квадратный сантиметр другая. Больше. Восемь или там, если у нас шесть, плюс восемь. Ну, это восемь хромирования, просто защищённое или уже хромирование с тонировкой. Ну, это не важно, да, всё равно. Ну, тут сложнее, чем около Крин? Что-то не сильная разница. Да нет, не особо сложнее. По сути, моментов меньше накосячить, чем там. Я про ответственность в плане помещения. Помещение должно быть вообще идеальнейшее. В этом плане, да. В этом плане здесь, конечно. То есть и сама аренда такого помещения, она, по сути, дороже, чем… Сколько там, если, конечно, остается одинаково, он, чтобы... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...